МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Подозреваемый в убийстве 6-летнего мальчика Денис Поздей взят под стражу на 2 месяца. Следственные действия продолжаются. В администрации региона состоялось закрытое совещание с участием представителей правоохранительных органов. По его окончании глава региона пообщался с журналистами. После отключения светофора на Т-образном перекрестке произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Один из нарушителей скрылся с места ДТП. Общины КМНС получат окружную поддержку. Денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы, в частности, на покупку снегоходов. Сегодня Наринмарский городской суд избрал меру пресечения в отношении 36-летнего жителя окружной столицы Дениса Поздеева, который накануне совершил жестокое убийство шестилетнего ребенка. Напомню, трагедия произошла в детском саду «Сказка». Во время тихого часа злоумышленник беспрепятственно вошел в здание дошкольного учреждения, где в одной из групп нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему Кириллу Савенкову. Сегодня подозреваемый в совершении убийства Денис Поздеев взят под стражу на 2 месяца. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следственных действий. В случае необходимости срок ареста может быть продлен. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает информагентство НАУ-24 со ссылкой на Следственный комитет, в отношении задержанного назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она будет проведена в ближайшее время в Нарьинмаре. В случае признания убийцы вменяемым ему может грозить пожизненное заключение. Отмечу также, что накануне был задержан охранник частного охранного предприятия «Светогор», которое занималось охраной детского сада. Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами Б и В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека». Напомню, когда Денис Поздеев позвонил в домофон детского сада, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Сегодня глава региона Александр Цибульский прибыл в Нарьинмар рейсом из Москвы, прервав командировку. Губернатор побывал на месте трагедии, произошедшей в четверг в детском саду «Сказка», возложил цветы к стихийному мемориалу и пообщался с руководителем учреждения. Позднее в администрации региона состоялось закрытое совещание с участием представителей правоохранительных органов. По его окончании глава региона пообщался с журналистами. Я не могу разглашать детали следствия, но могу сказать, что это дело взято на личный контроль генеральным прокурором, представителем Следственного комитета прибыли следственные бригады из Москвы, из Архангельска, приехал начальник управления Следственного комитета. И, конечно, мы будем самым тщательным образом разбираться во всех деталях произошедшего. Мне кажется, что самое главное, что мы все должны понять, что многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкциям, если бы всем не казалось, что все слишком благополучно и ничто нам не угрожает, возможно, нам удалось бы избежать этой трагедии, потому что она бессмысленна и абсолютно непрогнозируема. И в этом смысле я, конечно, уверен, что следствие разберется во всех деталях, и все, кто действительно проявил равнодушие или халатность своей деятельности, понесут максимальное наказание, которое возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Семье погибшего мальчика, отметил глава региона, будет оказана всевозможная помощь. Семьей работают психологи. Все расходы по похоронам и по всем мероприятиям мы, конечно, берем на себя. Сейчас будем продолжать работать с семьей, выявлять, какие потребности еще нужны. И, конечно, готовы оказать всяческую поддержку и финансовую, и не финансовую, всю, которую мы можем этой семье. Это полностью наша ответственность, и мы в этом смысле сделаем все, что от нас зависит. То, что произошло, это, конечно, вопиющая по своей жестокости, по своей бессмысленности и по своим последствиям трагедия. Я, мне кажется, не найду слов, которые мог бы сейчас сказать семье, чтобы выразить свои соболезнования. Могу лишь сказать, что, конечно, мы все просим прощения у них за то, что произошло. Мы не уберегли этого ребенка. И это будет жить с нами всегда. Я в этом уверен. Ранее глава региона заявила системной проблемой с безопасностью детей после убийства мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьинмаре. По словам Александра Цибульского, произошедшее указывает на необходимость принятия серьезных мер для повышения безопасности детей. В таких вопросах, когда это связано с безопасностью людей и, в первую очередь, детей, может быть, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции в пользу большего обеспечения безопасности. По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности. Глава региона также добавил, что предстоит детально разобраться в этом вопросе. Уже намечены проверки, которые начались в четверг. В связи с трагедией, произошедшей 31 октября в детском саду «Сказка», в Ненецком округе отменены все развлекательные мероприятия в предстоящие праздничные дни. Я принял решение, что все праздничные и развлекательные мероприятия, которые у нас были запланированы на эти праздничные дни, будут отменены. И мне кажется, что это из уважения произошедшему к семье этого мальчика. Мы просто не можем праздновать, когда в наш дом вошла такая беда. Сегодня в Наринмаре по инициативе руководства Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа прошло расширенное совещание с участием руководителей детских садов, школ, учреждений культуры и дополнительного образования Ненецкого округа. В том числе на нем присутствовали представители коммерческих организаций, оказывающих в регионе услуги доп. образования. В ходе встречи были даны все необходимые разъяснения и рекомендации, в том числе по обеспечению пропускного режима в здание. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, в большинстве детских садов ужесточен пропускной режим. У входных дверей дежурят охранники, у них имеются списки детей, которые учатся или воспитываются в учреждениях образования. Вход в учреждения осуществляется по документам, удостоверяющим личность. Вместе с тем, как сообщили представители управления Росгвардии по Ненецкому округу, по указанию директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова, в настоящее время в Нарьинмаре проводится проверка деятельности частной организации, которая осуществляла охрану детского сада, где в четверг, 31 октября, преступник нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ненецкому округу всесторонне изучают деятельность охранного предприятия. Детский сад «Сказка», в котором накануне произошла трагедия, сегодня был закрыт для посещения и приема детей. На территории дошкольного учреждения организован стихийный мемориал, куда жители Нарьинмара со вчерашнего дня несут цветы и игрушки. Сегодня в морге Ненецкой окружной больницы состоялось прощание с шестилетним Кириллом Савенковым. Сюда пришли не только родные и близкие ребенка, но и все неравнодушные к судьбе мальчика люди. Как сообщили в аппарате администрации округа, все расходы по организации прощания и похорон мальчика взяла на себя окружная администрация. По распоряжению главы региона, семье и близким мальчика оказана вся необходимая помощь и поддержка. С ними круглосуточно находятся психологи Центрадар и дежурит карета скорой помощи. Напомню также, что в настоящее время в регионе запущена круглосуточная горячая линия по номеру 112. На нее могут обратиться все, кому нужна психологическая помощь в связи с произошедшим. Далее к другим новостям. Светофор на Т-образном перекрестке возобновил свою работу в обычном режиме. Поводом для этого послужили два дорожно-транспортных происшествия на пересечении улиц Первомайска и Ленина и последовавшее за ними предписание окружной госавтоинспекции. Напомню, изначально планировалось перевести светофоры на данном перекрестке в режим мигания желтого сигнала продолжительностью на пять дней. Тему продолжит Александра Литкова. Отключить светофор на Т-образном перекрестке на пересечении улиц Ленина-Первомайская было решено на прошлой неделе. В ходе совещания в режиме видеоконференц-связи профильный департамент ИУПР Дом Прикамья, которая занимается содержанием федеральной трассы, договорились отключить светофор на пять дней. Решение было принято для того, чтобы проанализировать движение на дороге без регулирования. И в случае, если статистика покажет, что без светофора движение автотранспорта является более комфортным, его включать не будут. По просьбе жителей, водителей, всё-таки просили перевести в мигающий режим, потому что отсутствует в критические часы пробка, когда у нас светофор не работал. На сегодняшний день УПР Дор Прикамья вчера утром пошло нам навстречу, отключило. Для того, чтобы мы провели всё-таки, скажем так, это назовём это статистикой, промониторили ситуацию. На самом ли деле улучшится ситуация. И, как показала практика, ситуация резко ухудшилась. В тот же день на этом участке дороги произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. За это время произошло два дорожно-транспортных происшествия. Один с участием автомобиля «Субару» и автомобиля «Митсубиси». В «Митсубиси» водитель автомобиля «Субару» в нарушении правил проезда перекрёсток не уступил дорогу транспортного средства «Митсубиси», пользующемуся преимущественным правом движения, то есть двигающегося по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Во втором случае водитель наехал на дорожное ограждение и скрылся с места ДТП. Это и послужило поводом для включения светофора раньше намеченного срока. По словам руководителя окружного профильного ведомства, основная задача департамента и других служб – повышение качества дорожного движения и оптимизация движения транспортного потока. Поэтому в ближайшие дни для этого будут приняты все возможные меры. Мы обсуждали с «Супрдорприками» ещё один вариант. На светофоры, которые находятся до Т-образного перекрёстка – это один на рабочей, второй на Октябрьской, чтобы с ними посмотреть, каким образом синхронизировать так, чтобы уменьшить вот эту пробку. Я думаю, что мы, наверное, ещё посмотрим и на лесозаводе. Напомню, стабилизировать ситуацию, которая привела к возникновению дорожных пробок, профильному ведомству ранее поручил глава региона Александр Цибульский. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Водители, попавшие в ДТП без пострадавших, с 1 ноября смогут оформить европротокол, не заполняя бумажный бланк. Все манипуляции можно будет осуществить онлайн через специальное приложение в смартфоне. Правительственная комиссия по цифровому развитию, возглавляемая вице-премьером Максимом Акимовым, одобрила концепцию оформления европротокола онлайн. Проект сервиса, разработанный Центробанком России при поддержке Минэкономсвязи, позволит гражданам через портал госуслуг или мобильное приложение, без участия сотрудников ГИБДД, оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. При этом размер возможной выплаты будет ограничен до 400 тысяч рублей, максимальным лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис будут поступать из личного кабинета водителя, и ему нужно будет лишь проверить корректность этих данных и загрузить фото с места происшествия. Таким образом, считают правительстве, запуск этого суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как следствие, количество связанных с авариями пробок на дорогах. По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, услуга будет доступна для четырех регионов – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отмечается, что приложением «Помощник ОСАГО» могут также воспользоваться и жители Татарстана. По итогам навигации общий грузооборот Нарьинмарского морского порта составит 120 тысяч тонн. В прошлом году порт принял 87 тысяч тонн груза, что практически на 30% меньше показателей текущего года. Как сообщили на предприятии, последнее в этом году судно покинет морпорт к середине ноября, закрыв таким образом морскую навигацию. До этого времени планируется принять еще два судна из Архангельской и Мурманской областей. Сейчас на Нарьинмарском морском торговом порту производится разгрузка сухогруза «Ладога-11», который доставил из Архангельска стройматериалы, товары народного потребления, а также элементы для детской площадки на улице Смедовича. Динамика положительная, но, конечно же, недостаточная. Хотелось бы больше и можем больше. Ожидаем еще два судна на подходе. Генгруз 2200 ожидаем и навалочного груза порядка 4000 еще придет. Два судна ждем. По словам Александра Гармаш, после закрытия навигации начнется подготовка к следующей. Будут закуплены необходимые материалы, запчасти и проведены ремонтные работы. В рамках навигации 2020 года порт планирует принять порядка 100 тонн щебня, необходимого для строительства автодороги Нарьинмарусинск. Также со следующего сезона порт начнет использовать новый фронтальный погрузчик, закупленный в этом году. Его также доставят морским путем. Общины КМНС получат окружную поддержку. Вице-спикер Матвей Чупров принял участие в заседании конкурсной комиссии на право получения в этом году грантов из регионального бюджета с семейным, родовым, общинам коренных малочисленных народов Севера в Ненецком округе. На предоставление грантов предусмотрено более 3 миллионов рублей. Всего в адрес окружного департамента внутренней политики поступило 16 заявок. В результате рассмотрения обращений Ненецких общин комиссия решила одобрить все поступившие заявки. Окружную поддержку получат общины Денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы, в частности, на покупку снегоходов, сообщил специалист департамента Анатолий Талеев. Отмечу, что гранты с семейным, родовым общинам предоставляются в рамках реализации государственной программы Ненецкого округа сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. Помощь из бюджета округа получают общины коренных малочисленных народов Севера, деятельность которых связана с сохранением традиционного образа жизни и развитием новых форм хозяйствования. Благодаря поддержке окружного бюджета общины для ведения своей хозяйственной деятельности могут приобрести вездеходы, снегоходы, обновить шумы, закупить национальную одежду. Такова информационная картина этого дня. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.